Застой в жиме лёжа? Есть решение! К примеру, вы жмёте 90 кг на 8 раз. Прошёл уже месяц, два месяца, а вы всё по-прежнему жмёте эти 90 кг на 8 повторений. Естественно, никому это не понравится. Возможно, даже такое, что просто-напросто пропадёт интерес к тренировкам. Что же делать, если наступил застой? Давайте обсудим причины. Первое. Слабый трицепс. Частая причина застоя, к примеру, штанга вниз идёт легко, поднимается тоже легко. Но в какой-то момент, примерно в середине, штанга вдруг замирает или поднимается. Но очень тяжело и медленно. Это значит, что у вас слабый трицепс по сравнению с грудью. Для того, чтобы усилить трицепс, для жима лёжа есть такое упражнение, как жим на брус. Выполняется он так. Вы ложитесь на лавку для жима. Как обычно, партнёр кладёт вам на грудь брус. Вы берёте за штангу и, как обычно, жмёте её. Но только до касания бруса. Класть штангу на брус нельзя. Только лёгкое касание. Как штанга коснётся бруса, сразу же поднимаете штангу вверх. Средите за тем, чтобы партнёр не давил вам на грудь бруса. Он должен спокойно лежать на вашей груди. А партнёр только придерживает его, чтобы он не упал. Делайте данный жим вместо обычного. Две-три тренировки делаете жим на брус. Потом снова обычный жим лёжа. При жиме на брус вес увеличивается от 5 до 20 кг по сравнению к обычному жиму. Не хотите жать на брус или же нет возможности заниматься толковым напарником, повысить силу трицепса можно и другим способом. Выполняя жим узким хватом в силовом стиле. От 7 до 8 повторений. По сути, это лучшее упражнение для набора массы трицепса, если делать его без ошибок. И для повышения силового потенциала верха тела. Номер 2. Слабая грудь. Возможно, что ваша грудь уже привыкла к одинаковым нагрузкам. И просто-напросто уже не реагирует на тренировки. В этом случае вам следует попробовать изменить количество подходов и также повторений. К примеру, вы жмёте 4 подхода по 8 раз. Изменить это на 5 подходов на 5 раз. Также измените упражнение «жим штанги лёжа» на «жим гантелей лёжа» на какое-то время. К примеру, на месяц. А потом снова вернитесь к штанге. Добавьте упражнение «разводка гантелей лёжа» – брусья. В общем, дайте груди ту нагрузку, которую она не ожидает. Жать нужно такой вес, который трудно пожать на 6-7-8 раз в 3-4 подходе. Если вы не в силах пожать восьмое повторение в первом подходе, то вес необходимо сбросить. Номер 3. Перетренированность груди. Некоторые люди думают, что больше они будут долбить грудь, тем быстрее она у них вырастет. Но это не так. Грудь достаточно тренировать 1-2 раза в неделю, не более. Нужно давать груди полноценный отдых после нагрузок. Даже больше. Чем более активно вы тренируетесь, тем более ответственно нужно подходить к восстановлению между занятиями. Итак, подведем итог. В общем, чтобы лучше росли силовые показатели в жиме лёжа, нужно избегать того, что я ранее уже вам сказал. Застой бывает у всех. Не надо переживать, если он у вас наступил. А он рано или поздно всё равно наступит. Нужно сразу, как только он наступил, я имею ввиду застой, принять меры по его пробиванию. Понять причины этого застоя, подготовить план и пройти его. Часто застой может прийти и на совершенно смешанных весах. К примеру, 60 кг с использованием программы под названием 5-10-20. В этом случае не надо искать какие-то сверх программы тренировок. Достаточно во всём разобраться, поменять немного свои тренировки и всё наладится. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok